Друзья, всем большой привет! Сегодня воскресенье, 12 сентября. У меня не получилось вчера выложить видео. В целом у нас все хорошо, но у нас приболел Сереженька. И когда я планировала в пятницу монтировать что-то, какие-то нарезки за всю неделю, заболел Сереженька, и он постоянно на ручках. И вот сегодня воскресенье, сейчас он у мужа на руках. И я хоть чуть-чуть думаю, запишу для вас себя, хоть просто с вами поздороваясь, а то и в инстаграме очень много комментариев вы пишите. И на канале под видео спрашивайте, куда мы пропали. У нас все хорошо, не переживайте, нам очень приятно, что вы беспокоитесь. Все хорошо, но вот только Сереженька приболел. Неделя у нас была активная, впрочем, как и всегда. Но я сразу себе поставила установку, что я на этой неделе что-то монтировать не буду, именно займусь делами. Их накопилось очень много. Я ездила в Москву по документам, после этого заезжала в Мегу, поснимала что-то из Икеи, из Zara Home. Поэтому в конце я просто вставлю отрывочки, может быть, вам что-то понравится. Очень появилось много разных классных новинок. Думаю, просто поснимают для вас. Я себе здесь написала подсказки, что мне вам говорить. Это столько хочется всего рассказать. Также ко мне приезжала моя подруга Настюша. У нее трое деток. Мы еще с ней пекли очень вкусное телемесу, помните? Она приезжала на несколько дней. Деток у нас было 11 в доме. Было весело. Но вот в пятницу, к сожалению, Сереженька заболел. Как раз проводили гостей. И вот потом потрогала его. Он горяченький стал. И вот эти дни прям очень ручной. Прям только спит на ручках. Такой непростой период. А вчера, 11 сентября, у Таечки у нашей был день рождения. Ей исполнилось 12 лет. И я заранее договорилась с кондитером. Нам испекли очень вкусный торт. Таечка у нас очень любит французский. У нее, кстати, в школе, представляете, французский. Вот как она хотела изучать французский. И у нее в гимназии второй язык французский. Ну так вот. И я специально... Сейчас, Ксюшечка, я договорю, хорошо? Говори. С Эйфелевой башней. В общем, как она любит. Ей очень понравилось. Она так была приятно удивлена. Она совершенно не ожидала. Так что удалось мне ее удивить. Мы ей подарили электронную книгу. Также к нам в пятницу приезжал батюшка. Мы осветили машину. Кто не знает, при покупке желательно осветить машину. Так что мы ее осветили. Погода эти дни стоит хорошая. Тепло. В доме тоже тепло. Продолжаю радоваться, живя за городом. Знаете, вспоминаю времена, когда заканчивалось лето. Приезжаешь в Москву. Уроки, школа, квартира. А тут вроде бы в школу дети ходят, занимаются. Но мы за городом. Дети постоянно на улице. Вот погода хорошая. Катаются на велосипедах, ходят на площадке. Одним словом, красота. И пока только я вижу одни плюсы. И вот меня совершенно не тянет в квартиру. Я совершенно не хочу. Я вспоминаю, как было тесно. И все-таки в доме это, конечно, это дом. Дети всегда на природе. А еще когда ко мне приезжала Настя. У меня тут стабилизатор. Я еще привыкаю к нему. Он живет своей жизнью немножко. Ко мне приезжала Настя. И пока дети были в школе, нянечка была с малышами дома. Там в тихий час, что ли, мы выходили. Наливали себе кофе в кружку прям. И по поселку гуляешь. И вот в такие моменты ты понимаешь просто, что нужно жить сегодня и сейчас. И вот каждая мелочь, она так запоминается. Ну вот казалось бы, идти по поселку с кружкой кофе. Ну странно, наверное. Но это так, это классно. Я не знаю. Вот эти вот ощущения, вот это вот чувство. Просто вот такого уюта, что ли. Ну здорово. А еще, представляете, в пятницу как раз. У нас вообще столько событий было в пятницу. Прибегает ко мне Петя. Говорит, мам, дедушка около дома дал Андрею и Ксюше котенка. А я уже про себя думаю, ну вот, котенок. И Петя тут продолжает, говорит. Но Андрей его отпустил, и он убежал под машиной. Я думаю, ну вот, под машиной убежал. Говорю, а котенок совсем маленький. Петя говорит, ну, такой небольшой. Но он убежал. Под машиной его потом не оказалось. Думали, побежал под забор. Не нашли. Наступает суббота. Рано. У нас Петя вообще рано просыпается. Он может сам проснуться в шесть. И он приходит, нас будит, говорит. Мам, что же он сказал-то? А, я нашел котенка. Я ему помыл лапки. Он у нас в доме на первом этаже. Я думаю, ну все. Я спускаюсь вниз. Как раз вставлю сюда видео. Я спускаюсь вниз. Дети все просто облюбовали этого котенка. Что самое интересное, Тая уже на протяжении нескольких месяцев нам говорил, мам, я так хочу собачку или котенка. Но для меня эти животные в доме, ой, я, не знаю, с возрастом поняла, что это такие животные, за которыми нужно следить, смотреть. И это не игрушка. Это ответственность. И вы представляете, в тайный день рождения. Петя говорит, что котенок внизу. Все, я его помыл. Конечно, все сбежались вниз, обрадовались, и я поняла, ну ладно, наверное, этот котенок действительно наш. Сережа съездил в зоомагазин и купил все необходимое. Шампуни, спреи для шерсти. В общем, мы полностью его сделали с ним все, что нужно. Он у нас теперь чистенький. Таблеточки ему дали. В общем, у нас теперь новый член семьи. Чуть попозже вам покажу этого котенка. Но он такой ручной, он не дикий. Видно, что находился в доме. И он прям, знаете, лежит на коленках и спит. А еще недавно я увидела такой интересный комментарий, откуда я черпаю столько энергии. Что хочу сказать? Особенно если вы сидите дома, обязательно должно быть какое-то свое хобби. Я когда-то давно рассказывала, что, помню, в какой-то момент я захотела получить права. Понятно, что это не такое достижение, но я пошла беременной Алешей четвертым. Ходила, обучалась. Я понимала, что я хочу учиться чему-то. Потом я получила права за месяц до родов. Потом после родов с Ксюшей я поняла, что мне хочется заниматься маникюром. И до сих пор я вот иногда смотрю фотографии или видео очень короткие, знаете, в Инстаграм, как красят ногти, как вот это все аккуратно делают. Я очень люблю этим заниматься. И помню, прям укладывала детей спать и смотрела разные видео, разные какие-то курсы. Сама себе красила. Я понимала, что мне это очень нравится. И, не знаю, это было прям моим хобби. Но потом уже в 2020 году у меня появился канал. И сейчас получается, что канал это мое хобби. Я постоянно об этом говорю. Мне нравится и снимать, и монтировать. Я уже говорила, что я неделю специально не планировала ничего, не монтировать особо что-то такое снимать. Но я понимала, что мне уже хочется, я понимала, что мне уже хочется вот эти все отрывки, нарезки смонтировать, озвучить, наложить музыку, выложить для вас. Не знаю, вот эта вот обратная связь, она очень питает ваши положительные комментарии. Они дают настолько силы, я не знаю, и мне вот хочется все больше и больше для вас творить. Поэтому обязательно должно быть свое хобби. Ну, не знаю, иначе как-то грустно. Потому что понятно, что вы находитесь с детьми, вы их воспитываете. Но вы также должны как-то развиваться сами. Также в отношениях с мужем обязательно. Раз в неделю, не знаю, попросите своих родителей. Или, может быть, даже пригласите нянечку на один раз прийти к вам, посидеть с детками, чтобы просто выйти с мужем вдвоем. Потому что для мужа это очень важно. Возможно, вам кажется, что, ну, как я оставлю одних детей, ведь им тоже хочется выйти в кафе или с нами погулять. Это все, конечно, это правильно. Но в первую очередь у вас муж. И обязательно нужно хоть на чуть-чуть, хоть на час, хоть на два куда-то выходить только вдвоем. Либо погулять, либо в кафе, в кино. Ну, вот именно, чтобы у вас было какое-то общение. Потому что дети это хорошо, но, как уже повторюсь, муж это главное. А еще, когда мы укладываем детей спать, мы обязательно что-нибудь включим, какую-то легкую комедию, просто отвлечься. Дети спят, и просто вот можно попить чай или поговорить. Но главное не сидеть за телефонами, потому что самое ужасное, для меня самое страшное, когда вы находитесь вдвоем и сидите оба в телефоне. Вот это вот, это плохо. Нельзя этого допускать. И старайтесь по возможности, когда муж рядом, просто убирайте телефон. И находитесь вместе. Ну, а я сейчас покажу небольшие отрывочки, что у нас проходило за эту неделю. Надеюсь, видео вам понравится. Оно будет очень легкое, короткое, не как обычно, без всякой мотивации. Но кому интересно, при этом просмотрим. Друзья, всем доброе утро. Хотела взять камеру. У меня тут Сереженька. Да. Да. И вообще я не стала вставать. Доброе утро, друзья. У нас Леша уже в школе. А проснулся только Сереженька. Сергей Сергеевич проснулся. В хорошем настроении сегодня. Да, Сереня? Бум. У нас, видите, какая шишка была на луке. Гуляли, да, и стукнулся, упал. Два. 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 Ах, ты мой хороший. Опа. Маленький такой. Ну, встаем, встаем, встаем. Доброе утро, скажи всем. Держится сам за меня. Я так придерживаю чуть-чуть. Ты себя увидел, да? Ага. Ай, какой ты шутничок. Ты шутник, маминь шутничок. Забрали детей из школы. Маш, много пятерок получила? А Петя? Мы забрали детей из школы и собирались их записать на разные кружки. У нас Петя очень хотел заниматься давно бассейном. Он занимался в Москве до того, как начался карантин. Так что у нас в планах его записать опять в бассейн. Маша тоже хочет с ним заниматься. Ксюша хочет заниматься у нас на фортепиано. Маша также хочет петь. В общем, всех будем записывать, куда хотят. Ну и, надеюсь, сможем ходить и будем все успевать. У Таечки сегодня день рождения. У Таечки 12 лет. И первым делом, что Таечка сказала, мамочка, я пойду готовить вкусное-вкусное... Ой, сюрприз. Банановые блинчики. Капкейки. Капкейки. Можно в окно? Помыл только что Кристине голову. А почему в окно? Ой, я еще играю с состабилизатором, не могу понять, в какой... Сейчас будем завтракать, Кристиночка. Большие. Такие. Сначала две глазки, а потом такие. Что такое, Андрей? А где котенок? Котенок здесь. Котенок, еле-еле-еле, папа поймала. Ксюшечка, Ксюш, на пол. Папа сказал, пока на ручки не брать. Давай. Надо их сейчас распутать. Да? Да. Сейчас. Где Кристина? Зашла в комнату к девочкам. Спит, да? Да. Вырубился котик. Встал. От нас и встал. Скоро будем чай пить, да? Да. И такие мягкие подушечки. Угу. Дарили Маше на именины такие фломастеры. Маш, как они называются? Профессиональные. Профессиональные фломастеры. Для скетча, девочки говорят. В общем, здесь сколько цветов? Ну, много. Я не считаю. Или 20. Они двухсторонние. С одной стороны грифель тоньше. С другой большой. Да, пошире. Очень много цветов. По-моему, 20, если я не достаю. Вот, смотрите. Вот я открываю с этой стороны, тут серый. Открываю с вот этой со мной, тут белый. Ой, как интересно. Это мы заказывали тоже на сайте Нью Чик. Очень удобно, что в такой черной сумочке на молнии. И ручкой. И ручкой, да. Помыла Ксюша сегодня голову. Ксюша, повернись спиной. Смотрите, какие кудряшки. Всегда, когда голову помою... Можно, всегда, когда голову помою, такие кудряшечки. И часики. Такие. Ну вот, Та, тебе тетя Ксюша подарила такие часы. Нет, это не тетя Ксюша, это Тая мне подарила. Это тетя Ксюша их привезла, это сводч. Тая подарила, а мне Тая. Тая подарила тетя Ксюша, а Тая подарила мне. Как сейчас помню, Таечка родилась днем, без пяти час. Родилась с весом 2,650. Помню, маленькая была на 36 неделе, но все хорошо, нас выпустили тогда через неделю. Сейчас уже 12 лет, и мне совершенно не верится, что у меня такая старшая дочка, помощница моя, умничка. Она очень старательная девочка. А к нам приехал тортик. Андрей, давай, открывай. Андрей говорит, я открою машину. Сможешь открыть сам? Ой, ты молодец какой. Ой, что такое новое. Тортик Таечкина. Красивый, красивый торт. Не видно, сейчас поближе покашем. Адрей, ты куда собрался ехать? Сапожки классные у нас, красивые. Опа, поехали? Да. Ну, поехали. Ну, поехали. 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 Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok